итак ребят всем привет сегодня у меня будет достаточно приятное видео тем что сегодня я вам покажу свой первый клад который я нашел видео будет снят при помощи телефона к сожалению качество не очень но я вам покажу именно четкое изображение тех монет которые я поднял из клада в домашних условиях они будут у меня очищены помыты в общем достаточно будет любопытный интересный такой видеосюжет повторюсь съемка была как бы ненормальная снимал на телефон между прочим это мой самый первый был клад причем этот первый клад был первым сигналом когда его выкопал подумал что разбил какую-то бутылку потому что был звон и когда появились зелененькие кругляшки у меня появились сомнения их взяв в руки я уже понял что это у нас монеты монеты у нас серебряные так что смотрите не пропускайте будет интересный такой сюжет снятый при помощи телефона к сожалению надеюсь вы за сюжет поставите пальчики вверх для поднятия настроения и естественно штанов так что смотрите будет довольно таки приятно всем привет это мой самый первый клад сейчас будем потихонечку доставать есть серебряные монетки в основном советы в основном советы тут море это мой клад самый первый ё-моё кто бы знал ёж твою мать супер кто бы знал сегодня вообще ничего нет в серебряные из него серебряные серебрышку серебришка Сначала думал, стекло разбитое, зонто разбитое стекла. Оказывается, здесь склад настоящий. Есть слипшийся. Я только раз капнул лопаткой. Назначено там в глубине море. Пол штыка лопаты. В основном серебро. 20-15 копеек. Медные попадаются. Ух ты, их море. Их тут море. Надо лопаткой еще копнуть. Вот мой кладик. Сейчас возьмем металлоискатель. И еще немножечко покопаем. Все, спасибо. Вот в этих просторах я сегодня обнаружил кладик. Примерно из 120 монет. 57 монет серебряных. 63 монеты медных. Ранние советы. Удачный я сходил сегодня копать. Мой первый клад. Спасибо за внимание. И так, ребята, видео получилось довольно-таки короткое. Кладик всего занял несколько минут. Но тогда у меня был мандраж. Побыстрее было все забрать и сбежать с этого места. Так что видео получилось совсем-совсем коротенькое. Но я думаю, оно достойно ваших лайков. Делитесь в соцсетях. Естественно, спасибо за подписки. Ну, на этом, ребята, и закончу свой видеообзор именно моего первого клада. Этот клад непосредственно чисто мой. Я его поднял. Я ничего не подбрасывал. Ничего не подготавливал. Это настоящий клад, который был поднят мной. Это первый клад. Были у меня и другие клады. Так что этот клад я хочу вам показать из-за чего. Потому что много сейчас видеороликов, которые показывают непосредственно клады, которые подкладывают. К сожалению, это неприятно. Заблуждение вводят зрителей. Но вот такой вот необычный видеосюжет я вам сегодня показал непосредственно снятый мной на телефон. Ну, все, на этом я закончу. Ставьте лайки. Надеюсь, довольно-таки такое видео получилось коротенькое, но интересненькое. Все, подписывайтесь на канал. Канал у меня новый, только начинает развиваться. В связи с тем, что старый мне канал закрыли. Пытаюсь установить видео непосредственно, которые у меня были. Было у меня очень много видео, свыше 300 видео. И, к сожалению, все они закрылись, забанились. Так что, увы, стараемся восстанавливать то, что осталось. Ну, все. Смотрите, подписывайтесь. Пока. Итак, ребят, приехал я домой. Монеты я свои найденные за кладухи немножко почистил. Вот. И вот в таком вот виде у нас они имеются. Общее количество найденного клада монет является примерно 120 монет. Половина являются у нас серебряные, это белончики. Другая часть у нас медно-никелевые монеты. В основном монеты периода с 22 года и заканчиваются по 1934 год. Все монеты у нас, белончики, практически никакой себестоимости не имеют. В основном они датируются годами 22 и по 30. Это что касается серебряных монет. По каталогу они всего-навсего числятся от 100 до 200 рублей. Это что касается серебряных монет. Монеты у нас двух видов. Это вот такого образца, более нового. Со старым гербом. И более немножко постарей. Так. Это у нас еще Рософсер. И вторая часть это медно-никелевые монеты. Так называемые в простонародье еще щитовички. Это у нас рабочий с молотом и щитом. Они у нас от 1931 до 1934 года. Из всей коллекции есть несколько экземпляров, которые по каталогу я посмотрел. Пользовался я обычным телефонным приложением. И нашел несколько вариантов, которые являются действительно дорогими. Ну, насколько дорогими? Ну, не особо. Например, у меня имеется вот такие вот 25-го года полтинник. Так и называется один полтинник. 24-го года. Сейчас мы посмотрим поближе с вами монеты, которые можно, как говорится, оценить из разряда дорогих. 50-го года. Ну а теперь рассмотрим монеты, которые были у меня в кладе В основном были двадцатки Вот такого вот образца К сожалению не все в хорошем состоянии Но в данном случае я вам показываю монеты, которые были довольно-таки в хорошем состоянии 20 копеек 1925 года Он у нас ничего не стоит Начинается цена таких монет от 100 и до 200 рублей Вот такая вот монета серебряная В простонародье еще называется Беллончик Абеллончик почему? Потому что низкая пробы серебра 500 проба Затем вот такая вот монета тоже Серебряная 15 копеек 1923 года Вот они у меня Начинаются от 1922 года Надпись еще имеется РСФСР Пролетариаты всех стран Соединяйтесь Старый герб Серп и мальт Жалко что ни одной монеты у меня не нашлось В этой РСФСР В этой РСФСР 21 года к сожалению не было Очень жаль Затем вот такие вот еще были монеты Это у нас медно-никелевые монеты В простонародье еще называется Щитовик Почему вы по рисунку сами видите Что находится у нас рабочий Смолтон И в руках у него имеется вот такой вот щит И повелось у кладоискателя его называть Щитовичком Вот такой вот старый герб Имеется еще по три венка на серпах Ну и перейдем к монетам Которые у меня были Весьма такие ценные Которые попались А ценные не в каком роде А то что по году Например вот такой вот полтинник В очень таком бодром состоянии Его называют молтобоец 1925 года В принципе ничего он из себя не представляет Ценного Но сохранщик как вы видите Просто огонь В очень таком шикарном состоянии И вместе с вами сейчас мы посмотрим По каталогу Заряжаем приложение В телефоне Так 25 года И смотрим Приставим И как вы видите Данная монета стоит всего-навсего 500 рублей Так что По ценовой категории Монет ничего себя не представляет Но как монета Каждому Коллекционеру За счастье Такую иметь монету Затем следующая монета Это у нас Вроде как Невзрачная монета Но монета Очень такая Довольно таки приятная Тем что Смотрите Это 10 копеек 1934 года Сохранщик хороший Я его только Помыл щёточкой с водой Сохранщик будет бодрый Это одна И ещё одна есть монета Тоже 10 копеек Тоже 1934 года Сохран тоже Очень шикарный Когда будет Чистка полная И когда мы её Приведём в порядок Она будет Достойной Коллекции Сейчас мы с вами посмотрим Почему я обострил Внимание Именно на этой монете 1934 год 10 копеек И цена Составляет 900 рублей Вот такая вот монета Может оказаться И у вас Вроде невзрачная А стоит неплохих денег Ну ребята Вот на такой вот Приятной панораме Я буду заканчивать Свой видеообзор Своей находке Ну кому понравилось Ставим лайк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok